Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Вот о чем мы расскажем сегодня. Санитары, уборщики, водители скорой. В ближайшие дни и эти работники начнут получать доплаты. Сок, фрукты, йогурты. Барнаульцы кормят животных за парк. Уже больше 600 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Алтайском крае. За последние сутки в регионе плюс 17 инфицированных. А в лидерах по-прежнему Зминогорский район и Барнаул 231 и 177 соответственно. Министерство здравоохранения региона выплатит медицинским работникам старшего, среднего и младшего звена пособия, назначенные президентом. Без поддержки не останутся лаборанты, санитары, уборщики, водители скорой помощи, которые работают с зараженными коронавирусом. Выплаты будут производить за счет федерального бюджета. И делятся они на два типа. Первые стимулирующие зависят от размера средней заработной платы в крае. Вторая выплата фиксированная. Медработники старшего звена получат 80 тысяч рублей, среднего звено 50 тысяч, младшее 25 тысяч рублей. Уже сегодня-завтра их получат больше 2 тысяч человек. При ухудшении ситуации в Алтайском крае выплаты могут получить около 4 тысяч человек. Губернатором Алтайского края поддержана инициатива Министерства здравоохранения по выплате стимулирующих средств за счет краевого бюджета. Мы рассчитали при максимальной загрузке это количество приблизится к 500 человекам. То есть мы рассчитываем именно такой. Общая потребность сейчас в средствах уточняется. Но она составит порядка 15 миллионов рублей. География распространения вирусной инфекции в Алтайском крае расширяется практически каждый день. Однако есть еще районы, которые не отмечены на карте красным цветом. Один из них – Зональный. Давай, давай! Это если коротко говорить о текущей ситуации в Зональном районе. На сегодня здесь нет ни одного заболевшего новой коронавирусной инфекцией. При этом расслабляться не приходится. Поселок Мирный, где проживает почти полторы тысячи человек, находится всего в 9 километрах от Бийска. И многие жители каждый день едут в город на работу. Риск привезти заразу домой очень большой. Наукоград сейчас находится на третьем месте по количеству зараженных в Алтайском крае. Число инфицированных приближается к полусотне. И для того, чтобы в поселок Мирный не проник опасный вирус, предпринимаются все меры. На особом контроле люди, которые приехали из неблагоприятных регионов страны. Сейчас стало больше наблюдений именно за теми, за прибывшими, за контактными, которые прибывают и из Москвы, и из других районов Российской Федерации. Тамара Пироженко заведует ФАПом в поселке Мирный. Уже больше 15 лет она оказывает доврачебную первичную медико-санитарную помощь. При малейшем недомогании жители поселка сразу же обращаются к ней. Тамара Васильевна у нас отличная женщина, медик хороший. И даже к врачу ходить не надо, придешь к ней, она и душу отогреет, и подскажет, и подскажет очень правильно. В период пандемии пациентов в основном приходится обслуживать на дому. Количество заявок сейчас выросло в несколько раз. Как вы сегодня себя чувствуете? Нормально. Для того, чтобы защитить себя и своих пациентов от инфекции, строго соблюдаются меры предосторожности. Защитная маска, одноразовые перчатки, а еще регулярная обработка рук антисептиком. Только зональному району фонд депутата Госдумы Александра Прокопьева передал почти полторы тысячи флаконов с антисептическим раствором. Такую помощь уже получили ФАПы 10 районов Алтайского края. На местах работники ФАПов проводят с жителями профилактические беседы. Напоминают правила самоизоляции и объясняют необходимость регулярной обработки рук. Особенно это касается пожилых людей. К советам фельдшера односельчане прислушиваются. Понимают, что соблюдение рекомендаций медиков могут спасти мирный от инфекции. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком. Красавица какая у нас. Три этапа снятия ограничений из-за коронавируса предложили накануне президенту страны на совещании с губернаторами регионов. Руководитель Роспотребнадзора назвала их четким методическим инструментом. Правда, решения, по словам Поповой, должны принимать руководители краев и областей. Что думают об этом политологи, депутаты, экономисты нашего региона? Узнаем от Татьяны Голубевой. Она сейчас с нами в студии. Татьяна, здравствуй. Здравствуй, Лена. Сейчас я все и тебе, и зрителям расскажу. На совещании шла речь, в том числе и об экономической поддержке бизнеса и людей. Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белаусов сказал прямо. Для экономики наступает сложный период. Местные экономисты не спорят. Считают, что поддержка в 15 с небольшим миллионов рублей малому и среднему бизнесу нашего региона очень мала. А банковскому сектору эксперты предрекают проблемы и даже отзывы лицензии. Люди уже не так охотно несут туда деньги, но забирать вклады физическим лицам, по мнению специалистов, не стоит. Вклады, население, ничего с ними не произойдет, на мой взгляд, потому что все-таки это не такие тяжелые еще времена и под узкой безопасностью государства достаточно большая. Вот как это было в 90-е годы, когда замораживали вклады. Так что вклады пока не трогаете. Говорят, деньги ваши никуда не денутся. Порадовал людей сам факт постепенного снятия ограничений, возобновления работы в сфере торговли и услуг, а также учебного процесса. В сферу услуг постепенно необходимо возвращать к жизни. Но что я считаю очень важным и принципиальным, это можно делать только при условии введения на территорию Алтайского края обязательного масочного режима. Накануне о необходимости введения такого режима в нашем крае говорила заместитель руководителя местного Роспотребнадзора Ульяна Калинина. В общественных местах люди должны находиться в масках, уверены и эпидемиологи. А вот что касается сценария развития пандемии в нашем регионе, то вот какой ответ прозвучал. Заболеваемость оценивается ежедневно, соответственно, принимаются те или иные решения и выносятся те или иные предложения на уровень оперативного штаба Алтайского края, где в зависимости от развития эпидситуации будут приниматься дальнейшие решения по усилению, либо по отмене каких-либо ограничительных мероприятий. Так что где мы сейчас находимся, имею в виду Алтайский край, на плато заболеваемости или до него еще далеко, никто сказать не может. Напомню, что решения по снятию ограничений принимают губернаторы регионов, но как это будет, никто пока тоже не знает. Видимо, следующее очередное совещание будет в районе 12 мая, и там уже будут объявлены те регионы и те меры, каким образом, собственно говоря, этот режим будет сейчас. Ну вот что говорят эксперты по поводу совещания, которое накануне прошло у президента страны Владимира Путина. Спасибо, Татьяне. Ну а я продолжу выпуск. Пока Барнаульский бассейн «Опь» подсчитывает карантинные убытки, тренеры по плаванию переживают за другое. Спортсменам и детям, и взрослым негде тренироваться, кроме как дома. На чем это может сказаться через год, расскажет Полина Жданова. Олимпиада 2020 сорвалась так же, как и планы тренировок. Спортсменка Дарья Кулешова готовилась пройти летом отбор в сборную страны, но сорвалась. Расстроилась, была на пике своей формы. Это моя третья олимпиада, по крайней мере, куда я пытаюсь отобраться. Везде не хватает чуть-чуть, но на эту олимпиаду у меня были большие планы, потому что я за этот период успела родить, вернуться в форму и улучшить свой результат, который был до беременности и родов. Победные планы рухнули не только у опытных пловцов. В этом году должен был состояться чемпионат, на котором молодые спортсмены края могли показать все свои навыки. На соревнованиях, которые должны были состояться в конце марта, моей целью было выполнить второй взрослый разряд. Однако этого не случилось. Из-за введения карантина соревнования не состоялись, отменили тренировки. Тренироваться теперь приходится дома. Основная тренировочная площадка – бассейн Обь закрыта и неизвестно, как будет строиться работа после пандемии. Спорткомплекс понес большие убытки, о чем ранее нам рассказывали его представители. Но тренерский состав считает по-другому, что главное не то, где они будут тренировать после эпидемии, а то, сохранят ли спортсмены форму. Сейчас они вынуждены заниматься дома от двух до четырех часов. Тренировки силовые, но с плаванием все же несравнимые. У нас задача была участие в Олимпийских играх, а у бассейна есть одна задача – это обеспечить спортивными местами спортсменов такого уровня. Так что в этом году плавательный сезон спортсмены начнут в июле. Надеются успеть подготовиться к чемпионату мира и Олимпиаде 2021 года. Приступят они, конечно, после пандемии. В Министерстве спорта сообщили, что точные сроки отбора для пловцов еще уточняются, но их подготовку дома никто не отменял. Но форму надо держать. От нее зависит результат и будущее победы. Полина Жданова, Николай Шилко. День с толком. К другим темам. В Алтайском крае усилена охрана заповедных мест. Начала работать оперативная группа Министерства природных ресурсов. Ее задача – задерживать браконьеров и черных лесорубов, которые посягают на природные богатства особо охраняемых природных территорий. Правда, почти на сотню таких земель приходится всего два инспектора. Между тем, отдельные участки нуждаются в реальной охране. Наш корреспондент Илья Гочетков убедился в этом сам и побывал на территории памятника природы – озеро Горькое. Уже тут выпадание начинается. Не то, что высыхание. Уже четыре года оно стоит в таком. Озеро Горькое на Вичихинский район протянулось внутри сосновой ленты на 30 с лишним километров. Уникальная вода, уникальная флора и фауна. В 2014 году территории придали статус особо охраняемой – памятника природы. Любая хоздеятельность, а также охота, рыбалка, рубка леса здесь запрещены. По закону. А по факту? Вот еще в ноябре прошлого года здесь на особо охраняемой природной территории стоял домик рыбаков. Делом занялась прокуратура. Общественники постановились снести этот домик. Его убрали, конечно, но мусор по-прежнему здесь. Да и судя по костровищу, довольно свежему, никто здесь незаконно отдыхать не прекратил. Рядом так называемая вымочка. Подтопленный лес превращается в сухостой. Владимир Овчинников, сотрудник лесной компании, говорит. Пытались оформить этот и подобные участки под санитарную вырубку. Власти не разрешили. Теперь здесь орудуют черные лесорубы, прикрываясь законом о валежнике. Они берут фотоаппарат, телефон, фотографируют сломанные деревья и везут эту древесину. Их останавливают. А вот мы спилили по закону сломанное, отделенное от корня, которое мы имеем право забирать. И все, и у них проблем с этим не возникает. Сейчас это модно так стало. Но при этом дерево на снимке другое. Дерево на снимке другое, естественно. Огромное количество веток, мусора. Все это будет поражено вредителем. И эти вредители с удовольствием распространятся на окружающий пока еще здоровый лес. Официальный лесопользователь же по закону весь этот мусор должен был бы убрать. И на этой земле однажды вырос бы новый здоровый лес. Александр Дмитриев – общественник. Защитники природы его не очень любят. Он уже заработал имидж противника особо охраняемых территорий. Говорят, мол, ему все бы пустить под топор. Дмитриев уточняет. Он сторонник разумного подхода. И не согласен с тем, как обстоят дела со многими ООПТ в крае. Они брошены на произвол судьбы. А, нет средств на содержание, нет компетентных органов, достаточного количества охраны. И фактически это доступ черных лесорубов, черных браконьеров. Если арендатор лесных участков по закону пилит рубками ухода, например, одну сосну, браконьеры вырубают три. Он уверен, если пустить сюда арендатора, он будет законно пилить лес и пускать выручку на охрану порядка, на защиту леса. Продолжаем путь вокруг озера и проезжаем через арендованный лес. Чисто нет мусора, а местами свежий сосновый подрост. Снова попадаем на территорию особо охраняемой территории и тут же натыкаемся на рыбачий домик, которого здесь быть по закону не должно. Более того, человек же еще и ловит рыбу. Мы не будем говорить, наверное, местные жители могут это делать. Но вопрос в другом. Ну, коль это памятник природы. Нам прошлый год человек говорил, что мне хозяина, кто у него хозяин, мы не знаем. Он сказал, что хвост тебе, хвост мне и лови, сколько хочешь. Стой, как он ловит. В Алтайском крае сегодня более ста особо охраняемых территорий. В планах создать еще больше. В то же время даже в Минприроды не скрывают, людей для охраны патрулирования этих земель не хватает. Будет ли увеличено количество егерей? Планируется ли усилить охрану охраняемых территорий? Мы сделали запрос в региональное Министерство природных ресурсов и ждем ответа. А между тем назревает и другая проблема – пожары. На днях на том же озере Горькое у села Поломошное загорелся участок леса. Местных жителей рассказали, чудом не загорелась деревня рядом. Как нам рассказали представители Алтай-Леса, этот участник – плотно растущий, заросший, неудобный для тушения. И таких пожароопасных участков, которыми никто не занимается, расположенных рядом с населенными пунктами, в крае довольно много. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. А вот зоомиру помощь уже приходит. Барнаульцы начали приносить в зоопарку лесная сказка еду. Из-за пандемии там больше месяца не было посетителей, а деньги на корм животным нужно откуда-то брать. К слову, чтобы накормить всех обитателей лесной сказки, необходимо порядка 400 тысяч рублей в месяц. Непривычно пустой зоопарк «Лесная сказка». Больше месяца здесь нет посетителей, и с каждым днем зоопарку становится все сложнее. Потому что независимо от того, продаются билеты или нет, животные каждый день хотят кушать. Например, йогурт, который подойдет игуанам, лемурам, сок, который обожают мартышки, сахар, который добавляется в кашу медведям, или, например, бананы, которые обожает большинство обитателей зоопарка. Вот обратите внимание, они как в принципе и люди, да? Мы выбираем то, что нам больше всего нравится, самое вкусненькое. Вот в данном случае у него, видите, авторитет оказался виноград. Первый месяц самоизоляции пережили, но ощущение безысходности стало нарастать, говорит Сергей Писарев. Только на корм животным в «Лесной сказке» в месяц уходит почти 400 тысяч рублей. И это не считая денег на зарплату сотрудникам и счета за электроэнергию. Ни о какой поддержке финансовой со стороны правительства мы, к сожалению, ничего не получили. Мы только пишем бумаги, с нас запрашивают огромное количество бумаг, мы эти бумаги направляем, они куда-то уходят, они где-то исчезают. Сегодня волонтеры принесли несколько килограммов овощей и фруктов. Крупы и семечек должно хватить на месяц. Но в зоопарке верят, что помощь была не единоразовой. В соцсетях можно найти список продуктов, которые ежедневно требуются зверькам. Главное – приносить с собой чеки. Это доказывает, что продукт сертифицирован, того требуют санитарные нормы. Выходи. Главное – вот, вот, вот. Накануне в зоопарк пришло трогательное письмо от 9-летней девочки из Москвы. Вместе с письмом и рисунками Арина отправила все свои карманные деньги зоопарку. Хоть их и немного, но девочка хотела хоть чем-то помочь лесной сказке. Сергей Писарев говорит, что такие добрые слова в адрес зоопарка получает каждый день. Дети порой пишут вот именно из других регионов, которые приезжают сюда к нам в зоопарк. И мне это вот действительно за душу берет, потому что, ну, детям понравилось, детям душевно у нас. Эти вещи, они заставляют тебя осознавать, что ты делаешь дело, которое очень нужно людям. Ирина Корщегина, Андрей Печоркин. День с толком. 9 мая их увидят все. Пять барнаульских трамваев стали холстами для участников фестиваля стрит-арта «Токфест». Как изменился желто-красный электротранспорт и будет ли раскрас одноразовой акцией, расскажем далее. Сначала была идея, затем эскиз. Выбрали пять лучших местных художников, отказав новосибирцам из-за пандемии. Городской стрит-арт-фестиваль впервые проходит в депо. Уже несколько дней команды переносят свои идеи на большие формы – трамваи. Каждая посвящена теме победы в Великой Отечественной. К примеру, у Дениса Голубева на металлическом холсте лицо девушки – нашей современницы. Она достаточно ярко выполнена, она достаточно юна. И тем самым своим спокойствием она говорит спасибо. Спасибо за то, что я сейчас могу наслаждаться своей жизнью, за то, что в моей жизни наконец какой-то покой появился. Кристина Ананьева-Головина выбрала для своей работы героев произведения Шукшина «Они сражались за родину». Как и все участники, на трамваях рисуют впервые. Когда начали, я понимала, что я буду делать это одними средствами выразительности. То есть я взяла там краскопульты, то есть такие вот вещи. По ходу уже просто понятно было, что валиком мы сделаем более эффектно, фактурно. То есть самыми простыми средствами можно достигнуть выразительности. В работу осталось внести лишь некоторые штрихи. Если бы ученики помогали, команда Кристины справилась бы быстрее. Но есть ограничения – не более двух человек. Для этих ребят сделали исключение, но лишь на полчаса. Третий участник команды Степан – не просто помощник, но и прототип образа мальчика на металлическом холсте. Этот вагон точно не останется незамеченным на своем седьмом маршруте. И дело не только в ярких красках. Трамвай стал музыкальным воплощением известной песни «День Победы». Пока мы в процессе рисовали, подходили люди с музыкальным образованием. И глядя на ноты, они вот что-то, что-то начинали, как сказать, в воздухе проигрывать. Определить победителя фестиваля членам жюри, куда помимо профессионалов войдут и рядовые горожане, будет непросто. Но сделать это придется уже в ближайшее время. А затем полотна выйдут на маршруты. Мы планируем, что минимум три года трамваи будут радовать нас всех. И мы готовы будем ретушировать, если это будет необходимо. Ну, то есть мы будем следить за нашими работами. Кстати, у организаторов фестиваля планы амбициозные. Они хотят, чтобы разукрашенных трамваев в городе стало больше. И победный стрит-арт – это только начало. Ведь у художников еще масса оригинальных идей. Впрочем, и электротранспорта в крае еще предостаточно. Татьяна Голубева, Николай Шелко. День с толком. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». Спасибо, что остаетесь с нами. И до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!